Привет! Если в своей жизни ты никогда не слышал фразу «Эй, кто взял мой йогурт?» или фразу «Это не мои тапочки на тебе», то, видимо, заселяться в общежитии тебе только предстоит. Канал «Громкие рыбы» расскажет тебе, как подготовиться к жизни в общежитиях университета. С древнегреческого слово «общага» переводится как «кошмар», и я буду жить с этим человеком весь год. Поэтому, чтобы у тебя не было проблем с твоими соседями по комнате, выбери их сам. Да, это знают не все, но ты можешь выбрать себе сожителя в интернете в группе своего института. Вау! Поумерь своей амбиции! Парни и девушки живут раздельно. Кроме тебя в комнате будут жить два-три человека. И если выбирать соседей прямо в день заселения, то слишком велик риск ошибиться. Разберем несколько типов сожителей, с которыми ты, возможно, будешь делить одну комнату. Спортсмен. Этот человек научит тебя дисциплине. Даже если ты этого не очень-то и хотел. Но зато, благодаря ему, ты узнаешь, что... Ну, белка больше всего в яйцах, творья там, а... Модник. Занимает все свободное пространство своей одеждой. Чистоплотен. Порой даже чересчур. Мне сейчас! Но если его задобрить, то он разрешит тебе взять его одежду, чтобы ты сходил в ней на свидание с девушкой. Тайга. Немногословный и таинственный. Никто не знает, откуда у него такая страсть к цвету хаки. Старается полностью слиться с окружающим миром. Настоящий выживатель. С ним ты узнаешь, что книги «Метро-2033» до сих пор еще выпускают. Для того, чтобы ваша жизнь стала максимально комфортной, вы можете привести с собой некоторые предметы быта. Парни, я для всех купил фильтр. И я. И я. И я. Чайник никто не брал? Нет? Но лучше взять что-то разное. Парни, я нам купил чайник. Я взял воск, чтобы укладывать волосы. А я взял гантель. Ну, чтоб удар тяжелее был. А я взял сок борщевника, чтобы обрабатывать холодные раны. А как воду фильтровать будем? Дайте мне мешок углей и марлю. Расскажем о том, какие вещи нужно привезти с собой, а какие лучше достать на месте. Постельное белье здесь меняют каждую неделю. Бесплатно. Считай, не надо ничего с собой привозить. Лишняя тяжесть, оно вам надо? Не берите с собой из дома вещи, которые спокойно можно добыть из окружающей вас среды. Например, из супермаркета. Вешалки, чистящие средства, тазик, мишки для мусора, пакет для пакетов. Все это вы спокойно можете найти здесь. Для удобства советую взять с собой Wi-Fi роутер. Вы можете скинуться и взять на две комнаты, сэкономить. Но смотрите, чтоб там не оказались заядлые дотеры. Иначе будет не совсем комфортно. Хотя они тоже спортсмены, киберспорт, с дела уважения. Возьми полку для обуви. Ты даже не представляешь, сколько обуви может быть у трех людей в комнате. Это все только мое. Советую взять настольную лампу. Она поможет тебе незаметно от других делать планы по захвату мира. Ну или просто не бесить всех общим светом, пока ты делаешь домашку ночью. Советую взять с собой мультиварку. И сэкономленное на готовке время потратите на что-нибудь полезное. В планочке постойте. Постоянно готовите на мультиварке постоянная планка. Поняли, да? Постоянная планка из физики. Обязательно проверь весь пакет документов перед заселением в общагу. Потому что довезти потом будет просто нельзя, тебя не заселят. Да, все очень строго. Но ты же не хотел бы, чтобы все выглядело как-то вот так. Вот справка, что я здоров. Заселите. Так она же позапрошлогодняя. Ну я же субботники отрабатывал. Ну ладно, вот с теми мальчишками будешь жить. Здорово. Если ты чем-то недоволен, то выскажись и решите эту проблему вместе с соседями. Потому что если замалчивать, это может привести к неожиданным последствиям. Сколько можно говорить, чтобы ты не клал на мою кровать свои потные полотенца, своих потных тренировок? Ребят, ну давай спокойнее. А ты заставил всю прихожую своей обувью. Я что, с осьминогом живу, что ли? И ты со своим 4-месячным домашним холодцом. Зачем ты его вообще в холодильнике держишь? Или ты ждешь, пока ученые найдут метод восстановления твоей любимой хлюшки из этого холодца? Слышь, убери свои перцы, стоять на весь коридор в ванне. Да какие перцы? У меня броги, лохперы. Нет у меня никогда перцев не было. А где он? Да пошли вы все. Сделайте свод правил, касаемых порядка в вашей комнате. Какие полки холодильника общие, какие нет. Можно ли выбрасывать чужой пакет кефира, который уже стал шарообразной формы? Слушаем фейсы из колонок или всем сидеть в наушниках? Все эти мелочи могут стать проблемой, если их вовремя не обговорить. Вообще, не переживай. Самостоятельная жизнь не так трудна, как может показаться на первый взгляд. Ты точно найдешь здесь близких по духу людей. Ведь тебя будут окружать тысячи интересных личностей, и каждый из которых сможет подарить тебе уникальные знания и опыт, которые помогут тебе в будущем. Главное, быть открытым ко всему новому. Внимание, спойлер, Казанский федеральный университет разыгрывает айфон. Я уж думал, ты прямо «Мстители» скажешь, когда в концовке. Эй, стой, 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 стой. В общем, напиши пост, почему ты хочешь поступить в КФУ, и ты сможешь выиграть ценный приз. Подробности конкурса в описании. А также посмотри и пролайкай все наши видео. Это неофициальные условия конкурса, просто нам было бы очень приятно. Удачи! Воу!